Всем привет, Притатуб, солнечная, Талия на проводе. О, девочки, в том месте сказала, ой, у меня будет такой месяц спокойный, ага, по бегушкам. Скажу, зайти мне надо там по делам, к одной женщине, там кое-что спросить у нее, ну, поговорить надо, договориться или прийти к какому-то знаменателю. Животы втянули, лопатки соединили, девочки, выше нос, у кого неприятности, то это самое, не надо кваснеть, кваснеть, все наладится, все будет хорошо. Все будет настолько хорошо, девочки, малышки, что даже будет неудобно перед соседями. Поэтому на данный момент, если не можете решить какую-то проблемочку, животик втянули, лопатки соединили, немножечко натянули улыбочку, даже если не хочется улыбаться, и все, энергия пойдет. В общем, мне сейчас надо поговорить там, и потом я хочу зайти, если будет открыт магазин уцененка, помните, я там лазаю, но я о нем забываю. У нас вообще уцененка, вот эти вот секунды, да, скажем так, они у нас очень дорогие. Вы видели, когда мы ходили даже около Карифур у нас, есть уцененка, да, там вещи по цене, вот здесь парит по цене, что можно купить со скидкой в магазине. Я вчера, кстати, смотрела Софии на видео, очень понравилось такое видео, хороший, молодец. Она, учитывая, что не общаются на русском, и хватает словарного запаса, в принципе. А если представьте ее в Украину на неделю, на две, она вообще хорошо бы разговаривала. Это вот называется способность. Она в Макса в этом плане, вообще у нее характер Макса, потому что он тоже очень хорошо запоминает. Память хорошая, это сколько мы с ним уже вообще не общаемся, и он все равно помнит некоторые слова. Сложить в кучу не может, но понимает. Боже, как хорошо, когда желудочек свободный. Какая прелесть. Вот женщины такие. Такой балкон, посмотрите, какая петунья шикарная. Ничего не это... Не вянет. И потом как раз на обратном пути я хочу зайти в коп. Забыла дома сумку сегодня. Ага, ну, это маленькая, мне такая тряпочная. Так и не убрали эти бутылки, банки. Какой-нибудь здесь воду набирает чувак с машиной, который моет улицы. Может, он туда и кидает эти банки. Так. Лопатки соединили, Марина. Забыла сумочку тряпочную. Ну, много набирать не буду. Мне так, чтобы на вечер перекусить. Завтра все равно я по делам. Если что-то надо, я подкуплю. Откуда, от того, что я не знаю, как девчонки, особенно на море, ходят с красивыми. Но оно, конечно, красиво смотрится. На море, конечно, красиво смотрится, когда девочка есть с распущенными волосами. Я не могу, я все время хвост завязываю. У меня откуда вот здесь раздражение пошло. Прикиньте. Вот так смотришь на море, ходят с распущенными волосами. Еще и волосы чистые. Особенно женщины в возрасте. Ну, в возрасте, как у меня там, постарше. С укладками. При такой жаре. Но оно красиво, конечно, смотрится ухоженно. Не то, что я так хвостик завяжу, что попало. Ну, так вот, такая я шерма. Делаю так, как мне удобно. А не так все, знаете, со стороны хорошо выглядеть. Может, какой же желудок свободный. Так же хорошо живот по-по-по уходит. Ой, я когда, конечно, за себя берусь, я за себя берусь. Потом бывает, я срываюсь не потому, что, типа, не читала комментарий, что, типа, потом еще больше набирать за килограммы. Я не набираю, потому что я жрать хочу, и на жра. Нервы. На нервной почве. Все от нервов, девочки, все от нервов. Так, и по традиции, и по традиции посмотрим, как у нас стоят ведра в этом платьице. Мне в нем удобно. Не жарко. Кто-то сланец потерял. Стоять. Мусор сегодня тоже надо вынести. Есть мусор собрать. Ой, как вы мне и советовали, когда я покупала здесь в хозяйственном от Моли вот этот Райт. Тем более, ну, как по мне, ну, дороговатый. Он при чем-то. Две пластиночки. Когда разрезала, помните, я его неправильно девочке написали, дельный совет дали, что бросьте этот, прокапывайте прокладку и приклейте в шкаф. Хотя бы, говорит, на месяц поможет. Вот я так и сделала, взяла. Потом вам покажу прокладочки. Всю жидкость я как раз уже выбросила. Комментарий подсчитала. Это вот хорошо, когда ты читаешь комментарий. Боже, какая красота. Вот это дерево у меня раньше росло на моем окне. Потом я его пересидела за дом. Он сейчас начинает, оно сейчас начинает свистеть. Посмотрите, какая красота. Без балкона у него. Я его достала из мусорки. Это средство. Накакала на прокладочке. Ой, как хорошо продувает. Боже, Марина Владимировна. И запах идет хорошо. Тоже красиво. Балкону нету. Тут всегда красивый балкон. Дом ремонтирует. У меня малой прям так уже... Я только в двери. Он так уже хочет на улицу. И можно было бы его выводить уже вечером или рано утром. Все время меняет эти 17. 60 стоило 22 евро. Боже, какая фигня. И это самое. Ну, у того, что нету капелек у него там от блух, от клещей. Естественно, я его не тягаю. Если бы была коляска, можно было бы на коляске там, допустим, прогуляться с ним. Коляски тоже нет. Вот в сумке я сама понимаю, что, во-первых, он не как Шанель. Это Шанель сидела в сумке. Сидеть он не будет. Ну и жарко тоже ему. Поэтому дома пока. Звонила камера. Звонила сегодня. Он же должен был выехать сегодня. Наверное, что ты выехал. Вот я здесь сделала комплименты. Парочке одной. Они такие прям расплылись. Надо делать комплимент. И вот как раз мы походим, где я велик видела. Ой, я видела, мне пришел этот самый. Один донат на Paypal. Огромное спасибо. Занос на велосипед первый. Ой, блин, спасибо огромное. Потом зачитаю. Здесь велик. Красивый, зараза. Что живем один раз в день. Сегодня живем, завтра неизвестно, что будет. Такое время, девочки, живем в тяжелом. Кто бы мог подумать. Звоню карлику. Говорит, ты выехал? Нет. Говорит, чего? Говорит, ну там надо кое-какие дела решить. Вот и во-вторых, говорит, на работе. Говорит, я думал, что работа уже началась. Ой, не знаю, камера была выключена, или включена. Говорит, хлористерон у карлика повышенный. Ага, спасибо. Я говорю, поправился? Он говорит. Да нет, такой же. Здесь София все время голову мочила. Нагревается вода. А, кипяток. Первая, первая, которая идет. Кипяченая вода. На солнце. Нравится, что она. Интересно, у нас на Украине там есть такие уже вот тоже. Классно было бы поставить по всему городу. Ну, такие вот штучки. Ну, анализы сдал. Сказал, что анализы сдал. Говорит, хлористерон повышенный. Что ты сегодня ел? Пасту сосичи. Я понимаю, понятно. В общем, не выехал. Ну, я так и знала, что он не выйдет. Он ленится. В общем, такие дела. Вот здесь вот раньше был в зоомагазине. Как классно. Молодцы, сделали. Закрыли. Здесь вот идти можно. Видите, все для людей. Вот, молодцы. Раньше не было. И все. Он обанкротился во время, когда был локдаун. Рыбки, попугайчики у нее были. Там, ну, корма были, естественно. Она закрылась. Вот в этот магазин Коп. Я в него давно уже не ходила. Он просто мне не по пути. Когда я работала вот в этой зоне, он мне был по пути. Я по возвращению всегда в него бегу. Ну, заходила. Карточка у меня Коп-100 тоже есть. Я в него на обратном пути. Зайду в магазин. Работает 17. Смотрите, какие есть вазочки по 10 евро. Стоили 25, сейчас 10. 30 евро, какой красивый. Смотрите, поднос. Ну, это кто вот гостей принимает. Видите, в маленькие вазочки можете там салатики или соусы, что-то не накладываю туда. Ничего не надо, в принципе. Ну, так, зайду, посмотрю. Еще, значит, закрыт. Можно посидеться в кафешке. Кафешка есть. Блядь, пихать в себя не хочу. Эти самые булки. Булки не хочу пихать. Сижу, жду. Почему в кафешку не пошла? Типа, обязательно булки есть. Ну, а что вы возьмете? Или вы возьмете, там люди кофе пьют или аперитивы делают. Пить я ничего не хочу. Можно было бы зайти в магазин, купить все, что мне нужно и сидеть ждать. Но тоже не хочу, что сидеть на жаре с продуктами. Хотя я овощи выбрала. София звонила, очки себе заказала, читала ваши комментарии под ее видео. Девочки, огромное спасибо. Такие умнички, такие комментарии хорошие пишите, не обзывайте ее. Молодцы. Вот. И она какие-то пластмассовые, говорит, заказала. Мама, без тебя заказывать было. Я говорю, так а какой смысл со мной заказывать? Все равно у нас разные предпочтения, разные вкусы. Заказала себе, да и заказала себе. Будут готовы в течение недели. Я говорю, я читала комментарии. Девочки по твоим видео написали, что можно куда-то обратиться. Типа в сферу какого-то потребителя. Я говорю, я не знаю, как называется на итальянском. Я говорю, и можно, как бы, чтобы, во-первых, тебе деньги вернули за эти очки. Ты же заплатила за них. Вот. Говорю, сфотографируй свои вот эти вот. Там девчонки писали, говорят, очки, наверное, были узкие. Узкие, узкие. Сам металл красится. Я говорю, деньги должны тебе по-любому вернуть. Попробовать нужно. Так, ладно, жду, пока сижу. Сижу, пока жду. Уже я не знаю, как можно ходить с распущенными симпатично. Жизнь пролетает, да. Надо как-то уже и распускать, и побольше макияжа на рожицу, на свою. Но жарко, реально жарко. Реально просто жарко. У меня аж это, артист аж вспотел. Что ж так? Хотя у меня это красивое влезло в него в этом году. Что я его в том году не таскала по городу, я не знаю. Лежало сколько, а только по квартире таскала. Ладно, подожду, и потом будем заходить в магазин. Пришла наконец-то. Вон, какой запах. Нет, нет, но здесь очередь. Вон, какой легенький. Прям вообще. Она его проветривать вынесла или продавать. Ой, 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 терпеть не могу, когда спадает с плечиков. Смотрите, нигде желтизны практически нету. Стоило 63 час 49. Это я вам про то, что цены какие, что можно купить новое со скидкой. Сейчас она включает сигнализацию и зайду. Ой, здесь столько всего интересного. Я по тарелочкам жрать, готовить не люблю. Смотрите, какая достичка для меня резана. Маленькие вазочки. Здесь такие вот вазы. Типа хрустальная. Видите, какой красивый. Даже в руке приятно лежать. Это серебро, его надо начистить. Здесь большая тарелка. Сколько стоит. Вот такая 18. 25 вообще ни о чем. 20 очень нежное, но оно было в 20-м году. То есть оно сейчас со скидкой по-любому. И смотрите, какая красивая тарелка за 4 евро. Просто тоже 20-го года. Она, по идее, должна быть со скидкой. Вот эту тарелку можно взять. Хотя она для мяса, но для арбуза она вся не просит. И все стоит на самом низу. Смотрите. Смотрите. Видите, девчонки, даже принцесса Диана есть. Она знает, что я снимаю видосы. Она знает. Можно было, конечно, попросить, чтобы музыку сделала потише. Ну, то такое. Буду делать перерывочками. Здесь, если полазить. Кто-то макраме свое сдал. Смотрите, 16-22-го. Тоже со скидкой будет тарелка. А вот эта красота. И Квастаки, Квантавини, Квастагранде. 15 евро, девочки. Смотрите, какая красота. Это вот итальянская посуда. Я так еще ногти боюсь поломать. Так неудобно. Ладно, пусть стоит здесь. Это для батареи. Смотрите. Видите? Для батареи вот такие вот штучки. Девочкам в комнату. Когда включаете батареи, смотрите, по одному евро. Здесь должна быть такой рыжечок. Ну, вы поняли, да? Цепляется, чтобы воздух был не, как это сказать, не сухой. Говорят о газе. О том, что сегодня была забастовка в Риме, я так поняла. Или где-то против драги. В инстаграме у себя выложила. Потому что останавливается производство. И то, что, конечно, ожидает Италию. Нищета. Мы и так вот. Наш класс, я имею в виду, за себя. Никакие просто. Вовремя успела хоть стены покрасить дома. Это я не жаловусь. Я констатирую факты. Стремишься, стремишься к чему-то. Пашешь, пашешь. За что такая судьбоносная судьба? Здесь чашечки. Мне вот, кстати, тарелочки вот такие вот маленькие нужны были бы. А тут все сервизом продается, видите? Она меня знает уже. Может, имя мое не помнит, но знает. Вот такие чашки обожаю с чаем. И я, кстати, проснулась и так хотела. Капучино. Наверное, я сегодня себе сделаю капучино с сахаром. Тоже, видите? Кстати, на заднем плане стоят штучки. Вот я люблю такие штукенции. Мне, кстати, вот таких вот тарелок не хватает под салат. Ту тарелку взяла, потому что, ну, за 2 евро девочки не взять тарелку, но это кощунство, понимаете? Вот такие вот мне нужны тарелки. Тоже, видите, 21 год. Она сейчас со скидкой. Мне вот такие под салат нужны, потому что она не одна всего салатница. И неудобно, как это не это. Тоже интересно, смотрите. Вот жрать готовить не люблю, повторяюсь, чтоб не забывали. Но люблю вот тарелочки, чашечки. Кстати, у меня стаканов нет, но я пока те не добью новые, покупать не буду. Супницы нравятся, обожаю супницы. Никогда не собираются у меня дома гости. Во-первых, у меня и друзей-то нет. Вот. Здесь я как-то раз брала у нее 12 стаканов за 9 евро, или 9 стаканов за 12, хрустальные. Кто помнит давным-давно, вот такие вот я брала. Ну, не такие, наподобие. Видите, 100 евро набор. Стаканов такой прям хрустальный, наверное, такой тонкий. И они у меня все побились, но я здесь брала у нее, очень красивая. Видите, штучки для этого. Вот это просто что, кому надо, приходит время тут тратить и лазить. А это, наверное, 60 евро не супница, а весь наборчик. Вот такие тарелочки мне нужны. 25 евро. Это какого числа? 22 года. Сейчас уже 20... А, это 22 года. Думала, что это что? У нас 24 год. Что-то я убежала вперед, спешу жить. Видите, 36 набор. Это 21 года, значит, он со скидкой должен уже идти. Тоже сервиз какой. 120 евро. Девчонки, что так у меня комок в горле постоянно стоит. Не знаю, чего это. Щитовидка? Это она сейчас, наверное, пишет или что это. Так, здесь давайте уже по посуде закончим. Голландский. У меня такая была штука с Голландией, я проездом там была. А что я там делала, я не помню. Очень давно летела, наверное, через Голландию куда-то. Такой горшок. У меня у бабушки был наподобие такой в детстве. Ну, наподобие. Прям у меня горшок горшочный. И я в нем типа варила кашу куклам. Здесь тоже, видите, тарелки. Ту тарелку взяла не потому, что она мне там под мясо надо. Просто хорошая большая тарелка. Пусть стоит. Новогодняя штучка, новогодняя вилочка для этих 21 года. Она сейчас со скидкой 4 рубля. Тоже, наверное, рубля 2 будет стоить. Это, наверное, для тортиков. Маленькие тарелочки по 6 евро. Красивое, хрупкое все. Мне такие нужны для котиков, для моих. Когда я котиков кормлю, они мне нужны. Бескотница какая большая стоит. Несет супница. Ой, какая шикарная работа. 15 евро 21 года. Это она сейчас будет со скидкой. Видите, тут ложка. Вот как она моя. Она наподобие у меня супница. Помните, мне карлик... У меня поломалась штука. Ее забрала соседка. Ложка у меня до сих пор, по-моему, есть. Карлик мне сделал дырку. И там у меня посаженные цветы. Вот она стоит 15. Наверное... Извиняюсь. Наверное, рублей 6-5 будет стоить. Вот такая вот красивая. Нигде не подергана, ничего. Вот у бабушки я работаю. Вот такие у них вазы. Это настолько неудобно. Вот это все туда путь забивается. Это вообще, конечно, нечто. Это тоже какая-то... Как супница идет. Видите, красота какая. 150. Это 21-й год. Сейчас она со скидкой. Видите, с царелкой супница идет. У нас дома стоят два сервиза. Кофейный и чайный. Мадонна, по-моему, назывались. Ну, типа, вот в таком стиле сделанной. Мама говорила, вот вырастите. Марина себе чайный заберет, а Лина кофейный оставит. Мы выросли, у нас дети выросли. Она так и не отдала нам. Наверное, внучкам своим думает отдать. И мне за... Ну, сестра как-то моя не так к этому. А мне прям обидно. Я прям... Мне прям обидно. Я прям... Я бы реально бы... И бы пользовалась. Я вообще люблю... Кто меня давно смотрит, знаете, я там кошелечки маме... Этот, бабушкины, мамины там какие-то... Тоже чайнички. Там папина банка, в которой мне пельмени там давали. Я в поезде ехала 20 лет назад. У меня эта банка с крышкой у Софиена, кстати. Надо забрать. Я такие вещи люблю, храню, ценю. Какая интересная, смотрите. Ну, сейчас скажите, село. Ну, а что делать? Ну, село Яшу, что... Два евро. Горошек, хорошая. Хэбэшечка. Красивенькая. Марку не знаю, такую марку. Эмка мой размерчик. Под мои эти самые... Было бы... Очень бы веселая кофточка была бы. Я расстроилась, да. Я расстроилась прям реально. У меня прям глаза покраснели, что типа, как это мой сервиз отдали Святославе. Мол, типа, мол... Я его всю жизнь дала, этот сервиз, что он будет у меня. Там у меня у родителей бар стоит. Стоит такой барчик на балконе. Я все так хочу, этот барчик. Он из фанеры сделанный. 70-60-е годы. С подсветкой открывается, разворачивается. Он на балконе уже стоит. Никто им не пользуется, этим барчиком. А я все время говорю, папа, я так хочу его забрать сюда. Такой раритет. Папа говорит, забирай. Ну, это так немножко мысли вслух, скажем так. О, какие тяжелые. Какая-то тоже марка. Вот, вот, постирали. Не думаю, что это кожа. Я здесь плащик брала свой белый, катоновый. Ни разу его так и не одела. Все. Сказала, похудею, влезу. И никогда я не худею. Ну, и дома лежит у меня. И выбросить жалко. Ну, здесь такое себе. Это я так здесь прохожу. Вот, если бы Светка здесь была, она креативная, она бы вот увидела вот эти вот штучки, если они дорогие, и она бы, она сразу в голове и видит уже какое-то изделие сделать, да. Там на конкурсы, я их называю, давайте мероприятия, потому что конкурсы, как-то не зашло это название. Какое интересное, смотрите. Сколько оно? Два евро. Два евро. Мне кажется, очень как-то такое оно. Интересное. Я свое сняла, потому что в нем очень жарко, очень жарко. Очки разные. София красивые очки, она мне скинула, она красивые очки и заказала себе, дорогие. она заработала, сама оплатила. Джордж сказал, что я потом тебе, так как ты заработала свои деньги, заплатила, она говорит, я тебе на день рождения сделаю подарок, я тебе очки потом оплачу. Кто-то вчера видела комментарий, что же вы не рассказываете, что Софию выгнали с работы, наверное, что-то она там натворила у вас и работает в другом месте. Я не рассказывала, потому что, во-первых, я ждала контракта, это во-первых, а во-вторых, она пошла работать туда, где больше, где больше часов, где больше часов. Ой, какие красивые. Просто пить воду, не надо пить из них вино или еще что-то, просто пить из них воду, реально классно. Цену не вижу. Они, наверное, идут, а это, наверное, набор идет, смотрите, как у графин. Если ты идешь на работу, ты идешь на работу, ты хочешь работать каждый день, и хотя бы еще по вечерам, там, допустим, пятница, суббота, воскресенье, чтобы было два раза в день, да, две смены. А если тебя берут на работу, ты работаешь раз в два, раз в день работаешь, три дня сидишь дома, то, извините, что-то заработал. Вы же не, если вам платят за уборку в одной квартире 7 евро, а в другой 12. Вы что только, за то, что там ваши друзья будете работать? Мисс Кузи, квестик вебики, рекванты венгану. Квестик вам. Квестик. Эти которые? Квестик. это все даем. А, все даем. и не, не, я думала, что я купил 6. Все даем. На, - Сантастика. Если я купил. чем точен кванта 150 скидка девочки очень кванта консконту здесь косметику 120 может поменьше она говорит красота боже какая прелесть посмотрите обожаю микки маусы наверное какой-то этот самый влезла в какой-то вазелин людей много подходит подходят и подходят люди я за это магазин постоянно забываю моя тарелка стоит смотрите сваровский стоил 15 двадцатого года сейчас 7 евро стоит очень красиво видите какая красивая штука и бабочек красиво здесь тоже браслетики на кассе его же такие потрепанные ролики стоят картина интересная коробочках что это такое серебро 4 и что серебро да это серебро а что-то такое это наверное наложить салфетку на стол серебряная и она по-моему они двадцать первый год уже со скидкой будет она тоже радио субази слушают на чечи какие здесь кошелечки идут такой себе по рубль 50 видите это наверно на пасху больше туда знаете конфет наложить виде яйца детям подарить шкатулочка диван это все продается то есть это все можно купить в моем блин телик 8 но пока вот эти помните я спрашивала цену я так люблю такие вот штуки девки прикиньте раньше телеки были копеются и валю на дыра песта с там мои девочки phillips прикиньте интересно какой то год я помню бабушки был телевизор но не филипп я уж не помню как назывался и помню да вот так вот 2 2 канала было у бабушки моей это город растров ярославская область и да мы там переключали вот так вот канала у нас тоже телевизор такой был но у моих родителей но я не помню помню бабушки потому что там больше времени проводила и как-то бабушкин помню такой интересный сервиз а с настроения поднялась я взяла ту штучку от саровской мне понравилось пусть будет мне не жарко и она блестит классно красиво это не звенит карпиза с нашего магазина то есть это все продается все можете купить я здесь помню как-то саши гитару взяла не ошиблась с уцененка взяла ошиблась нету куда мы ее потом деле не помню поломала 280 смотрите кто-то разбирается наверное в этот пьера джуди кто-то разбирается в этих марках короче здесь можно поискать много чего я вообще раритетница хоть у меня дома ничего нет но он мне нравится я люблю такие вот рарит нет не телевизоры для может это старость знаете о интересное гораздо больше не положено это не сколько вы видите в раритете здесь есть какие-то они работают и сколько это 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 140 это 40 евро будет сейчас стоить, и вот так работает, но не как стерео, но сейчас нет, но сейчас нет, но сейчас нет, но сейчас нет, нужно быть регулирована. И кто делает это регулирование? Слушай, я должен слышать, потому что... Слушай, если мне слышишь, я прошу через 2 недели, да? Да. Девочки, стоило 100, сейчас отдают за 40. Я только радио, хочу сказать, надо... Она говорит, она говорит, его надо просто настроить, я говорю, а кто его будет настраивать? Она говорит, я спрошу ее, спросите, я потом подойду, если что за ним, и его помыть, почистить, смотрите какой раритет. Но это, что год это? Он 40-50 год. Он 40-50 год. Какой там-то тела, шум номера, ди-телефона, прямо ки-эску. Колбы какие. О, даже подкладки есть. А, они переделку сделали, видите, магазин типа закончился. Здесь раньше казалось больше, потому что не было этого стойка, и здесь другая совершенно мебель стояла. Ага. Даже эти кто-то сдал, какой-то магазин закрылся и сдали его цененку. Ну, здесь такое себе масочки. Это для фотографии подставочка по 50 копеек. Красиво. Статуэтки эти, не понимаю, вот это как у бабушки моя разбилась статуя. Одна, так жалко. Лампа тоже такая симпатичная. Звезды, все это продается. Здесь у нее раньше она сама мебель делает, она сама делает мебель старую. Берет, зачищает, красит, может сейчас уже не делает. 4,50. Но это не серебро. И она у нее тут стояли прям красивые. О, для любителей собачек, смотрите. Фирма какая-то. Пиза. Вия. Вьянки 25. Гляньте, 2 собачки. Как статуэтки. Ну, ему Ванечки 3,50. Какой красивый. Так дети быстро растут. Чужие. Не, радио прям загорелось. Люблю. Проигрыватель. У меня был старый проигрыватель. Помните, я потом его подарила мальчику на удачу. Не знаю, пользуется он или нет, с пластинками. Сковородка, шасси я врачу. Хорошая сковородка. По-моему, даже фирменная. Монетта Маден Италия. Итальянская сковородка. У меня, кстати, сковородок нет. Надо набор купить. Ну, сейчас я не кушенарю. Мне не так, что оно прям горит. Но, тем не менее. Пылесосы стоят. Ой, обожаю такие магазины. Да, у него раньше казалось. Магазин больше, потому что там мебель была. Светильник в детскую. Даже эти не выкинули. Помните, были штуки вот эти? Я помню. Истории там с картинками. Такой класс, в туалете сидеть, читать. 9 евро. Смотрите. Целый выпуск. Прикольно. Пластинки. Я у нее тоже брала пластинки. Прикольно, прикольно. У меня хоть и нет этих завешанных картин и всего остального. Я любительница такого. Стереопластинка. С колонками. Ого, как он там. Смотрите, магнитофон огромный. Лампы. Сначала здесь все лапать, потом этими руками в глаз залезть, а то еще лучше в рот. Такие даже вазы продаются. Можно купить вазы. Прикольно. Здесь книги-книги. Видите? Супер вопер. В какой центр раньше такие были. Блин, радио, конечно, класс. Вот эти какие бетоны. Бетоны такие у бабушки в магазине молоко привозили. Даже для собак, для выголки есть эти штукенции. Короче, лазить здесь можно и лазить. О, были такие в школе, я помню. Слушайте, а кто-то им пользуется вообще вот этими штуками? Для чего они были? Не могу понять. Я помню, что такие были. Смотрите, крестники рисовала для красоты, наверное, я. Ничего. Нормально. А это вино. Смотрите, по-моему, это вино. А вот написано, смотрите, что типа стоит. Через месяц на 20% скидка идет. 50% идет на 2% скидка. Если через два месяца не продаете. Два месяца с половиной, то на 50% идет скидка. Что-то вино. Что оно там? Нет, это не вино. А, это ручки. Ручки. Я думала, это вино венчики. Ручки нужно купить. Вот этот мебель, если захотите, она продается. Вот оно мое радио. Ну-ка, потом кто-то из вас может посмотрит, стоит оно того или нет. Видите, называется вот так вот. Вот что, утром, блин, встал с хорошим настроением обязательно. Раз, два. Блин, если бы она его сделала, я бы его забрала бы. Не знаю зачем, но, наверное, это было бы прикольно. Какий телик, неужели телик работает? Это для этого. Ну, вы поняли. Ну, по сумкам у меня сумок много, мне они не нужны, в принципе. Тоже продается. Помните, мы еще спрашивали, когда Света была, но они дорого очень. Ну, дорого. Свечки. Какая лампа, смотрите, девочки. Тарелочки, наверное, для какого-то соуса. Здесь маленькие фигурочки, фигурочки, чашечки. Что из них пьют? Наверное, графу, наверное, пьют из них. Ой, шляпу я эту мерила, помните? Они за нее очень дорого хотели, потому что это настоящий этот материал какой-то. Или велюр, или как-то он называется. Шляп артистичная такая. Ну, кто видео смотрел, я мерила его. Смотрите. Очочи. Армани, смотрите. 15. Они 21 года, но они очень мелкие для глаз, для маленьких. Чехлы. Тоже сумки какие-то. Девочки, я не могу отсюда уйти, я не знаю почему, но оно мне надо. Блин, они его же так продают, а прикиньте, его же надо почистить хорошо. 50-й год и 60-й. Класс вообще. Что оно мне надо? Зачем оно мне надо? Ну, ладно. Видите, там продаются эти самые картины. диван какой. Так, животы втянули, лопатки соединили. Что ж такое? Женщина забирает тарелку эту. Она говорит, тоже 60-й год тарелки. Забрала тарелку, прикиньте. Зачем я ее не забрала? Она мне надо. Ну, ничего, пусть было бы. Тоже хорошо мне. Видите, пришла, тарелку забрала. Стоит с тарелкой на красе. Волосы красиво уложены, парикмахерская. И не жарко, что ли? Она, наверное, на машине. На машине, наверное, не жарко. А мне жарко, я с хвостиком. И такая довольная стоит с тарелкой. Молодец, женщина. Стоит тоже продается. Вот это, видите, 38. В 22-м год недавно только сдали. Да, это, наверное, для закусочек. А вот это вот, видите, по 10. За тарелку она заплатила 7,50. Я посмотрела, как там сделано под мизом подставка. Ну, нарезать можно сыры, закуску, кто режет. И прям, чтобы на столе у вас оно стояло. Вот такое красивое, вот, как на тарелочке. Я, Протяш, немножко подрастроилась. Она мне не нужна была, эта тарелка. Но она просто глубокая. Она для фруктов классная. Она для рыбы, у кого семья большая. Видите, люди заходят, выходят, заходят и выходят. Магазин хороший. Так, ну это я уже по второму кругу пошла. Еще особенно мне не 21-й год. Она, наверное, сейчас тоже рублей 2 будет стоить. Можно было бы взять для салата. Но она не цепляет ничем. Абсолютно ничем не цепляет. Хотя, как вариант, можно было бы. Тоже 5-й, 20-й год, 5 евро. Низкая тарелка, вот эта внизу, которая. Обыкновенная, это 18. Тоже на него, они на него в скидке не будет. Это 22-й год. Ну там, может, 2 евро нужно. А лошадь вообще не знаю, для чего это. Вот, смотрите, девочки, мальчики, мужчины. Стаканчики. Что за марка не вижу. Кристальеро. Пустальные на 18 евро 22-го года поступил. Шесть стаканов в наборе. Знаете, здесь еще, знаете, убирали в этом. Пыльное такое все. Серебряное. У бабушек работаю. У всех такие есть. У меня так жарко, капец. Так, ну все тогда, что на выход. Здесь тарелки не смотрели. Это тарелка внизу, сколько она стоит. Видит уже, смотрите, 7 евро. Такая, такая. А нижняя, сколько? А нижняя красивая. 18, 19. Какой год? 19-й год. Очень красивая. Сейчас я спрошу, сколько она стоит. Но, видите, какая большая, смотрите. Как черешня нарисована. Да, 17-го, 19-го года. Сейчас спросим, сколько стоит. Сейчас, подождите. Видите, поставлю. Скажите, зачем эти тарелки? Они удобные. Для овощей удобные. Такое себе, да? Еще одну тарелку я взяла. Пригодятся для настроения. Самое то. Все. Что я уже по второму разу здесь хожу. Хотя, вот это тоже классная. На стол. Постоянно салфетки выдаваются. У меня не такая салфетница широкая. Все, здесь уже какие-то серебряные пошли. Какие-то просто. Какая красивая женщина. О, какой красивый, смотрите. Стакан для смузи. И ложки есть, и вилки есть. Все для вас, девочки. То есть, для нас. Они же пластика. Софии тарелку потом подарю одну. Что она или хочет. Семь евро, двадцатый год. А это на стенку вешает рыбку. Пятнадцать евро, двадцатый год недавно. Тоже вилки, вилки, ложки. Короче, всего интересного полным-полным. У меня хорошие тарелки взяла. На десемпре. Тоже, видите, на закуску. Сколько? Пятнадцать евро недавно поступило. Тут орешки, может быть, ставят на стол. Да, наверное, вываливают вещи. Ну, и какое классное. Если вот на море кто-то, двенадцать евро. Вещи, наверное, такие более-менее, которые, знаете, можно вот продать именно, да? И не проветрить только. Вот это красивое платье. У женщины, у которой есть формы, оно бы классно смотрелось бы. Ну что, взяла я свои две тарелки и взяла свою штучку от Сваровский. За радио она сказала, говорит, я узнаю. И даже сказала, где это радио чистят. Ну, где можно почистить, чтобы внутри открыли, все почистили. Я говорю, ну вы узнаете. Я говорю, то есть если вы почистите его, и даже если будет один-два канала всего работать, и он не стерео, естественно. Я говорю, я его возьму. Так, ладно. Л proudly вы��кинуть частью свет Psycho. Здесь прошел кошель. Так nada. Здесь я como бы не могу отметить здесь хотелось бы. Здесь темно. Диусской.